Сегодня я буду выпекать ржано-пшеничный хлебушек. Кваска у меня здесь ржаная. Мне ее нужно 150 грамм. 150 грамм ржаной муки и 250 миллилитров теплой водички. Добавляю водичку. И нужно хорошенечко-хорошенечко все вымешать. Когда мы вымешиваем всю нашу опару, мы должны ее накрыть и поставить в теплое место до тех пор, пока она начнет пузыриться. Давайте посмотрим. Посмотрите, как хорошо поднялась заквасочка. Хорошо подошла опара. 2 столовые ложечки растительного масла мы сюда, прямо в опару, вливаем. Дальше мы сюда же положим 1 столовую ложку сахара и 1 столовую ложку соли. В хлеб, если вы хотите какой-то наполнитель в виде семечек тыквенных, семечек от солнечника, то можно это тоже сразу сюда положить. Я сегодня не буду этого ничего ложить. Я сухую зелень сюда положу. Немножко. Для аромата. И тмина немножечко сюда положу. Дальше мы берем микс из двух сортов муки. Я сюда положила 50 грамм пшеничной муки, 150 грамм ржаной. Все вместе перемешаем. Заранее я ее просеяла. И дальше нам нужно объединить опару и муку. Все вместе и перемешать. Сначала половину всей муки мы всыпаем и замешиваем одну половину. Постепенно будем замешивать. И теперь вторую половину мы сюда замешиваем. И сюда же мы вливаем 250 миллилитров теплой воды. Немножечко начинаем все замешивать. Можно теперь уже руками дальше замешивать. Форму смазали. И выкладываем на расстойку. Саутятница, мне кажется, очень подходящая. Как раз таки форма для моего первого хлебушка. После того, как тесто расстоялось, я его слегка посыплю тмином сверху. И отправлю в заранее разогретую духовочку. И отправляю нашу хлебушек выпекаться. Вот такой получился у нас в разрезе. Очень ароматный и вкусный. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...